Илья Пономарёв с нами на связи, создатель канала «Утро февраля», депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 годов с нами на связи. Илья, здравствуйте, рад вам в эфире «Фридом». Добрый вечер. Как-то да, френдли файр получился. Те сволочи не замёрзли европейские, а вот россиянам теперь приходится буквально выпрашивать у местных региональных властей хотя бы дрова для отопления своих же, своих квартир и домов на самом деле. Но вы как-то очень оптимистично говорите «френдли файр», это «френдли колд», это такой дружественный колд. Да, согласен, с вами спасибо, что исправили. Илья, как-то странно получается, да, вот Ольга Скобеева и тот второй, господин Попов, награждаются серьёзными наградами в своих эфирах. Они рассказывают о России как космическое сверхдержавие, которое способно, да что там-то Украину взять до Ла-Манша, дойти буквально за считанные дни. И в то же время российские города, недалеко которые находятся от Москвы, столицы, замерзают буквально. Как вот объяснить, как объясняет сейчас российская власть вот такой довольно серьёзный резонанс? Ну, никак она не объясняет, что называется. То есть это же классическая ситуация, когда пушки вместо масла. Да, зато мы запускаем ракеты, в прямом смысле слова, вот это происходит. И я лично вот в карму верю. И эта карма, она возвращается после того, что прошлую зиму происходило в Украине. Вот сейчас это происходит в России. Причём надо сказать, что большое количество моих, так скажем, кулек по партизанскому движению внутри России спрашивали, вот не стоит ли как раз подумать о ответных нападениях на объекты коммунальной инфраструктуры. И моя была позиция о том, что не надо делать ничего, что может вредить мирному населению. Ну и я так ещё пошутил тогда, что они же сами справятся. Я не знал, насколько я буду прав. Они действительно сами справляются. Ну точно, слушайте, тем не менее, на телевидениях российских показывают какого-то работника, какой-то котельный местный, которого задержали, отчитали, посадят, возможно, но штраф точно, простите за грубость, человеку впаяют. Я более чем уверен в этом. Разобрались, получается, с проблемой, правильно я понимаю, собственно? Либо же нашли козла отпущения, а дальше по этой лестнице властной, ну, кара не найдёт необходимого человека. Да нет, ну здесь же вопрос в том, что эти наказания, они абсолютно бессмысленны. И тут даже не вопрос финансирования армии, затрат на ракеты и всего прочего. Вся система, которая выстраивалась ещё до всякой войны, она, в общем, впрямую предполагала, что рано или поздно вот такие вещи начнут происходить и будут носить массовый характер. Когда наступили реальные холода и появился такой вот, что называется, стресс-тест, то как бы трубы и начали лететь. Ну, вот я помню ещё, когда я был депутатом Государственной Думы, был одним из таких наиболее твёрдых оппонентов реформы ЖКХ, которая происходила в России. И я вот не помню, какого года она была, где-то года 2010-го примерно, могу ошибаться, ну, примерно в то время. То есть, в общем, именно это и предсказывалось. Потому что там приватизация всех этих объектов инфраструктуры без каких-либо стимулов инвестировать частные деньги в её возобновление, в реновацию, новые технологии, это обязательно должно было прийти. Вот мы это сейчас видим. Организованная преступная группировка, которая вкладывает что-то из общака, коим является нынешний Кремль, вот это вложение должны переносить, ну, по крайней мере, отбить точно. Обязаны, а лучше ещё пару процентов сверху набросить, скажем так. Учитывая информацию, которую распространял не так давно Телеграм-канал, мы можем объяснить о рейтингах российских пропагандистских каналов и прочего, потому что рейтинги так падают у Соловьёва, Скобеева и того второго. Собственно, приносит ли это вложение из общака те выгоды, на которые надеются в Кремле? Ну, конечно, проще вкладывать деньги в Скобееву. Это при всех этих космических зарплатах, это дешевле, чем строить котельные или перекладывать трубы. Ну, то есть реально дешевле. Ну, и у всех же психология таких временщиков, главное, чтобы какое-то время это всё продержалось, а после нас хоть потом. И, кроме всего прочего, система-то строится с головы, она строится в Кремле, но Кремль с себя-то скинул всю ответственность за ЖКХ и так далее. Крайними будут даже не губернаторы, а местные власти. И вот они там даже наехали на губернатора Московской области, например, Воробьёва, но посадили в конечном итоге там замглавы этого Подольска. Добавлю, да, вот информацию конкретную в отношении информации распространённой можем объяснить. По итогам уже ушедшего 2023 года, к примеру, рейтинг-шоу Соловьёва упал в полтора раза. С 14-го места по просмотру его программа опустилась на 35-е. Обвалились просмотры и у пропагандистских сайтов, свидетельствует статистика сервиса Live Internet. Среди также пострадавших, если так можно сказать, потерпевших, я бы, наверное, так сказал, РИА Новости, Комсомольская правда и издание Известия. За год они потеряли от 9 до 20 миллионов посетителей. Ну а после так называемого мятежа главы ЧУК Вагнера Пригожина от российских ЗЭД-каналов стали массово отписываться пользователи. Больше всего отписок у так называемых военкоров, которые теряют почти по одной тысяче человек в сутки. Независимые социологи зафиксировали настроение россиян. Люди массово устали от войны. Главным пожеланием на 2024 год было её прекращение мира. Желали, по крайней мере, по итогам данных, которые оказались у социологов Russian Field. Это значит, что на самом деле популярность войны, вот этой маленькой победобес, победоносной, как хотели её видеть в Кремле, она постепенно падает. Как это будет отражаться, собственно, на поддержке самого Владимира Владимировича и его режима? Ну, то, что это падает, это очевидно. Вопрос только падает в какую сторону. Сейчас это падает в ту сторону, что это, значит, не наша война. Вот у нас тут тоже была с коллегами дискуссия о том, как будут россияне реагировать, например, на обстрелы Белгорода. И при том, что понятно, что то, что делает Украина, оно направлено исключительно на военные объекты, но, тем не менее, там явно, соответственно, Кремль пытался возбудить жителей этого региона, чтобы добиться какого-то, значит, сплочения и так далее. Но эксперимент, если можно так выразиться, он показал строго обратное. Люди говорят, ну, вот, конечно, если там украинская армия вторгнется на территорию России, там пойдёт наступать, то, конечно, мы будем себя защищать. Но вот это всё, и мы лучше уедем в соседний регион, куда-нибудь просто подальше от границы, а никаким образом, там, вокруг вождя сплочаться, там, давать денег на эту СВО, самим идти на фронт. Нет, увольте, этого, соответственно, не происходит. Поэтому большинство россиян, они действительно хотят, чтобы мир скорее наступил. Конечно, большинство из них, я думаю, там, тот же самый Russian Field, он так глубоко не раскапывал, говорят о том, что нужно, чтобы мы бы скорее победили, там, чтобы вот настал этот мир, да, там, достигли эти цели операции. Но при этом, поскольку никто не знает, какие цели операции, тут в Кремле просто достаточно сказать о том, что мы всего добились, и поэтому прекращаем. И, конечно, народ будет этому руку плескать. Можно говорить по несколько раз в день, уничтожено 28 тысяч, да, единиц техники. Последний раз говорил об этом господин Шойгу, украинской техники, якобы. Естественно, подтверждений Кужугеточ не представлял. Да и кому они попросту нужны? Если Коношенко или Шойгу сказали, значит, все нормально, значит, так и есть. Возвращаясь к теме непосредственно пропаганды и тех первых лиц, которые фигурируют постоянно на телеканалах и прочих, на YouTube-каналах, иногда в ВКонтакте, одноклассниках и прочих ресурсах. Кто, по вашему мнению, является сейчас такой входящей точкой всех идей, информационных поводов и прочего для в целом пропаганды? Есть мнение, что главной персоной в этих всех схемах является никто иной, как Маргарита Симоньян, и ее месседжер становится потом уже пищей для раздумий на «Россия-1», «Соловьев-шоу» и прочего-прочего. Честно говоря, я думаю, что Марго тут, скорее, последняя в этом списке, а не первая, потому что «Rush Today» работает все-таки на иностранную аудиторию, он не работает на российскую аудиторию. И она, конечно, активно там в соцсетях, там подкидывает какие-то идеи, значит, и все прочее, но впрямую она в этом смысле не влияет. Конечно, впрямую влияют главные ток-шоу российские, то есть это та же самая Скобеева с Поповым, это Соловьев и это Киселев. Вот эти вот люди, ну, действительно имеют самую большую аудиторию из всех пропагандистов, а в России по-прежнему действует такой эффект, вот там Сология показывает, что доверия к телевизору все меньше, и люди там активно пользуются телеграм-каналами и все прочее, и доверяют им на самом деле в целом больше. А с другой стороны, вот финальной правдой, финальной реальностью, это то, что показали по телевизору. То, чего не показали по телевизору, того не существует. И вот этот вот такой немножко парадоксальный эффект, он, я думаю, что никуда не исчезнет. Именно поэтому они там распределяют эти награды, несмотря на падение аудитории, про которую все знают. Потому что важнее всего это вот то, что показали по ящику. Ну, вскоре уже напомню, на территории Российской Федерации, временно неподконтрольных территорий Украины, будут проводиться так называемые выборы, так называемого президента Российской Федерации. В 2023 году издание «Медуза» публиковало информацию о том, что пропаганда, даже в Кремле удивились тому, насколько пропаганда смогла, простите, накрутить обычных граждан Российской Федерации, что у многих появилась такая себе апатия. В целом, к теме войны, вот мы с вами об этом также сейчас говорили, в преддверии выборов, 2024 выборов, в кавычках, естественно, какие-то определенные методы, либо же технологии, направленные на проблемы сегодняшнего дня, будут ли придуманы? Я просто вот накануне, к своему огромнейшему сожалению, увидел ролик, в котором к воюющим представителям армии Российской Федерации, в зоне так называемой СВО, прибегает человек с ящичком, чтобы мы туда военные положили вот свою бумажечку, за кого они будут голосовать. Естественно, говорят, что президент только один, это Владимир Владимирович Путин. Это о войне будет эта кампания? А как же о мире? Почему никто не говорит? Нет, она не будет о войне, потому что главный запрос общества, ну вот вы сами говорили про мир и все прочее, да, это все деривативы одного и того же слова стабильность. Люди хотят спокойной жизни. Вот это основной запрос россиян. И в этом смысле Путин, когда начал широкомасштабное вторжение в 22-м году, он очень сильно рисковал вот разрывом этого вот контракта с основными народными массами и с элитами, кстати, элитами того же самого хотят. И просто народ не понимает, как он может на это повлиять. И тем более никого другого, кроме Путина же в меню нет. Никто же не воспринимает серьезно вот этих вот статистов, которые будут в избирательных бюллетенях. Это все равно там такой референдум, да, там поддержать Путина или, соответственно, не поддержать, да, там проголосовать или не проголосовать. И случайно Кремль на самом деле, он не будет вести там агитации. То есть Путин никогда не говорил и не будет говорить, что я там самый лучший. Он обычно говорит просто другие хуже. И главная задача поэтому для администрации президента просто привести людей на избирательные участки, обеспечить явку. Там, чем связаны наши споры с другими представителями разных российских оппозиционных сил. Там наша позиция, позиция съезда народных депутатов о том, что надо делать все, что угодно, но только не приходить на избирательный участок. Можно даже рядом постоять там, поагитировать людей, туда не ходить. Можно там экзит-полы провести, можно еще что-то. Главное, внутрь не заходить, потому что именно это то, чего хочет Кремль. И это единственное, в чем он сомневается. Сколько людей им удастся принести. Конечно, они все равно там нарисуют, там электронное голосование и все такое прочее. Но сколько реально дойдет, это и есть база этого самого режима. Поэтому это то, за что будут отвечать губернаторы, ну и их главные командиры в Кремле. Интересно, Илья, потому что противники того, что в целом не заходить в те кабинки, говорят о том, что если показать определенные проценты недовольных на тех так называемых выборах, даже если они будут фальсифицированы, а они будут фальсифицированы, тут стоит, сомневаться даже не стоит, ну то есть это даст какой-то месседж, собственно, Кремлю, покажет о том, что не все так однозначно, и у социума есть запрос на мирную жизнь, есть запрос на окончание той неспровоцированной войны против Украины. Вы считаете, что такие методы, они нерелевантны на данный момент? Слушайте, а то Кремль не знает. Вот что они точно проводят, так это соцопросы, да, и у них есть реальные соцопросы. За этим Путин следит очень тщательно с самых первых дней своего пребывания у власти, он просто помешан на соцопросах. Поэтому как раз они все прекрасно знают, но важно то, что Путин не считает народ силой, он считает элиты силами, в том числе и зарубежные, кстати, не только Россия. А народ это вот такое, значит, манипулируемое стадо в его понимании, да, которое можно направить куда угодно. И поэтому вот эта стратегия там прийти и показать, что мы тут есть, она на самом деле не дает ничего, потому что ну реально явка на этих выборах все равно составит ну не меньше никак там 40-50 процентов, просто люди привыкли ходить голосовать у Путина, потом есть реальная база поддержки, не такая большая, конечно, как они говорят, но там 35 процентов там у него есть, наверное, может быть даже 40. И они обязательно придут, и на этом фоне оппозиционные граждане, они не смогут показать, что их там абсолютное большинство. А если нету визуального абсолютного большинства, то все эти демонстрации даже для самих себя бессмысленны приведут потом только к новой волне уныния, что мы там ходили, что-то делали, а вот там, значит, на табло один процент. Спасибо вам огромное за участие в эфире Freedom. Напомню, что Илья Пономарев был с нами на связи, создатель канала «Утро февраля» и экс-депутат Госдумы Российской Федерации. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.